В судебный зал Вадим Виноградов зашел уверенно и слегка улыбался. Успел даже перекинуться несколькими фразами с представителями защиты. Свою речь начал с утверждения, что его обвинение не соответствует действительности. Мол, не виновен. Прокуратура просит не только наказать меня огромным сроком за преступления, которые я не совершал, но и штрафом, даже сотая часть которого неподъемна для нашей семьи. Это не только лишит моих детей отца в том возрасте, в котором они больше всего во мне нуждаются, но и сделают их фактически нищими и бездомными, так как семья лишится единственного дохода, а дом находится в залоге по кредиту. Глава Переволодского района обвиняется сразу по двум статьям – получение взятки главой органа местного самоуправления и получение взятки в особо крупном размере. Виноградов задержали в феврале этого года в собственном гараже. Там были запрятаны деньги, которые чиновник вымогал у местного предпринимателя. Коммерсант хотел приобрести в районе земельный участок. Чиновник угрожал предпринять меры административного воздействия и помешать бизнесу. Для улаживания проблемы директору коммерческого предприятия была названа сумма в размере более 2 миллионов рублей. Взятку виноградов намеревался получить в виде денежных знаков и строительных работ по созданию водоема. Как выяснит следствие, взятничеством виноградов занимался не единожды. В июле прошлого года чиновникам через посредника были получены 80 тысяч рублей от коммерческой организации за подписание важных документов. Теперь главе Переволодского района грозит серьезное наказание. Сторона государственного обвинения ориентировала суд на назначение наказания в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в сумме 157 миллионов рублей, и запретом занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и организациях на срок 3 года. Суды в отношении главы идут с марта. Сейчас Виноградов находится в СИЗО. Вину свою не признает, а страна защиты и вовсе считает, что преступления абсолютно не доказаны. Все сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого. В этом деле сплошные сомнения, ни одного прямого доказательства вины нету, никаких следов абсолютно. Все это преследование, как я считаю, результат того, что я отстаивал интересы жителей района в своей деятельности и не шел на корыстный сговор. Мне не стыдно смотреть в глаза своим родственникам, жителям нашего района. Прошу прощения у присутствующих за то, что в процессе я иногда не совладал с нервами и с напряжением. Ваша честь. Надеюсь на беспристрастное и справедливое решение. Окончательное судебное решение по этому делу будет оглашено 28 июня. Екатерина Волкова. Наше время.